хайоу ребята с вами фибоначчи решил я пройти игру this war of mine это выживалка где нам предлагают выбрать историю либо создать собственную где мы будем выживать в мире после апокалипсиса после ядерного взрыва выбираем обещание отца компанию вторая компания не знаю может она как не доделанная без перевода поэтому выберем вот эту загрузка день 1 вот весь город он разрушен вот наш дом или не наш дом ну в общем это наша стартовая локация где мы будем в принципе жить дом весь разрушен его надо будет как-то обстраивать крафтить различные предметы вот собирать их по городу семья а дома не смогла вовремя бежать из города но им удавалось как-то выживать несмотря на осаду пока однажды жена адама не заболела без необходимых лекарств барбара умерла после смерти матери амелия полностью замкнулась себе и перестала говорить потом она заболела однажды ночью их многоэтажку сотряс взрыв но к счастью они выжили адам перенес амелию в другое крыло дома отчаянно пытаясь спасти свою дочь так все будет хорошо амелия мы тут безопасности я обещаю чё делать-то ничего ты пока отдохни тебе надо набраться сил а я смотрю дом может найду что-нибудь ну давай я смотрю дом не бойся я буду рядом я скоро к тебе приду отдыхай так все да можем до чертова война ни один ребенок не должен проходить через этот ужас что здесь у нас рисунок вот маму она нарисовала серый так как мама умерла тул амелия так любит рисовать даже без мелков она все равно находит способ стул это просто посидеть на полу письмо адам хоть мы никогда не ладили но мы братья гордость не позволила тебе жить у меня когда твой дом разрушили но хотя бы сейчас прояви благоразумие говорят скоро откроет гуманитарный коридор семьи с детьми будут пропускать в первую очередь амелия наш шанс выбраться отсюда разве ты не хочешь ее спасти я совсем позабыл про это письмо мой тупой братец вроде дело говорит спастись радио посаженном у горе не наблюдается растущий дефицит кофе ожидается рост цен на кофе на черном рынке ага это значит можно кофе надо кофе собирать где-то это то что мы можем скрафтить естественно ничего не можем здесь тоже можем что-то скрафтить так ладно будем собирать вещи материалы так чистая вода книги книга поднимает настроение чем их у нас больше тем лучше тяжелые времена мы можем использовать их как топливо для нашей печки или плиты так чистая вода для перегонки спирта и приготовления нормальных блюд и различные механические части для ремонта вот на холодильник есть здесь хоть завал что это было отмычка различные компоненты для крафта но понятно тут все сейчас мы будем собирать тупо для крафта что тут у нас идеальное место чтобы перебросить временный мост по нему я смогу пройти свою старую квартиру может что-то еще уцелело после бомбежки а это вот чтоб сюда попасть но можно же и через завалы попасть поэтому зачем я буду хоть мост сооружать а это я отмычку использовал да да все нету больше отмычки блин может можно было как-то это по-другому ладно так собираем это у нас получается 10 утра сейчас давайте не будем терять надежду мне нужно чем-то открыть замок а вот отмычка отмычкой можно нет не буду я теперь тратить отмычку я же не потратил нет не потратил пока что отмычку тратить не буду посмотрим где она нам может понадобиться и что тут можно сделать так стул печка а это обогреватель радио вот временный мост него надо слишком много ресурсов печка сарный позволяет вам делать инструмент такие как лопаты для расчистки завалов ломы для взламанными для взламывания дверей и ножей для самообороны круто вот значит что мне надо 10 компонентов бревен мы уже нашли надо 10 еще других компонентов найти чтобы сделать этот слесарный верстак вот они до компоненты тем еще три так завал о чуть он так долго то читал он слишком долго а ну надо лопату да с лопатой быстрее будет а чтоб сделать лопату сначала верстак надо амелия голодная тяжело больно ей двигаться нельзя а там у нас просто опечален ну чтож игра в принципе мне уже нравится прикольная достаточно необычная я бы сказал вообще люблю выживалки на разные да очень долго я просто как-то давно попробовал в эту игру поиграть и у меня какая-то другая история была там было четыре человека нас вот и то есть там можно одного отправиться вал разбирать другого вот этот завал третьего еще чуть крафтить четвертого вообще на задание отправить вот или как-то так там было проще а здесь вот он у нас один ну поиграл я совсем чуть-чуть и это было давно я не помню чё к чему я люблю тебя моя храбрая малышка еще одна отмычка у это что ценный предмет а игрушка а надо дочери игрушку подарить я не могу еще сделать этот а бы тут еще чет я не взял нет не хватает трех еще предметов малыш смотри что я нашел плюшевый песик посмотри какой он милашка давай папа будет заботиться о тебе а ты щеночки так малышка не отвечает она не умерла там вроде нет так вот здесь что-то можно обыскать вот они материалы которые нам были необходимы теперь мы можем сделать слесарный верстак и лопату вот это разгребьте так сделать я никуда его поставить не могу а вот могу вот сюда пусть все крафтовая будет в одном месте новая запись биографии адама а как-то биографию посмотреть тут вообще кроме мышки какие-нибудь кнопки нужны так у нас уже вечер до 7 пол восьмого вечера прохладно достаточно всего плюс 3 так и лопата еще 7 таких же предметов надо нож так а что тут еще можно собрать опа ночь наступила я не могу бросить амелию на произвол судьбы что если кто-то проберется наше убежище я должен защитить ее понятно невозможно добраться из-за боев невозможно добраться из-за боев дом брата ну-ка я не могу бросить им а а чё я остаться тоже не могу а вот здесь охранять спать тоже не могу потому что она спит на кровати да ладно на полу мог поспать бы эта ночь прошла спокойно кто-нибудь кто-нибудь ответьте а он по радио пытается связаться моя дочь тяжело больная нам нужны бинты и лекарства так держись детка папа скоро принесет тебе покушать на а чё покушать то ну вот тут вот наверное придется раскапывать этот завал все он уже не опечален было печально теперь не печально тяжело больно очень голодна да плохо а вот-вот мне надо скрыть этот сейф так ну хорош копать пойдем сейф скрывать может и на лопату хватит и чё там брат то хотел брат вроде и дело предлагают сбежать отсюда а вот и еда и вода сейфа хранилась чё там о кто-то пришел наконец продукты теперь я могу приготовить амелию что-нибудь поесть а надо покормить дочку но моя дочь тяжело больна мне нужны лекарства вот и тот ты же тот самый парень с радио да так у тебя есть лекарства друг сейчас лекарства трудно найти умоляю она все что у меня есть хорошо сделаю что смогу но ничего не обещаю по пути сюда меня чуть не подстрелили ты стояк вот пошел то давай обмененный блин он взял и ушел ну ладно мы его отправили искать лекарства теперь надо покормить дочурку покормим ее морковкой а сами съедим мясо правильно правильно смотри малыш я нашел продукты я знаю ты болеешь и у тебя нет аппетита но тебе надо поесть чтобы набраться сил все поела вот так молодец ешь все и скоро поправишься действительно сожри морковки и будешь и поправишься ну все хороших кормить мать моя малышка надеюсь ты скоро поправишься теперь просто голодна да ну ладно зато не сильно голодна чувак от ушел придется то я вручную копать я могу раскопать завал на можешь давай копай адам опытный добытчик это его скилл типа данный опытный добытчик лицо вот чем-то похоже на джесси пинкмана из сериала бреккин бэт но чуть по это щеки чуть поубавить там и глаза нос так рот в принципе похож а интерес к она проснется у нее тоже глаза будут закрыты как это долго очень долго очень долго те эти завалы нужно срочно делать делать лопату а сейчас уже температура плюс 20 а что тут еще есть потом выстрелы всякие город полностью разрушен машины так берем все что здесь есть а здесь есть материалы отлично и у нас теперь есть лопата и так давай нет блин одного не хватило одного материала ладно идет опять привет у меня есть для тебя лекарства давай меняться давай 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 но так мне нужны медикаменты лекарства из трав простые лекарства сделаны на основе трав иногда они помогают иногда нет лучше чем ничего это мне дорого обойдется возьмем лекарства ну понятно что дорого но чё делать-то я дам ему вот травы для самокруток вот украшение чего еще надо да да сколько тебе надо отмычка может воды чуть-чуть да я не понял чему надо-то не слушайте он у меня все готов забрать так не пойдет дело так все уберу украшение так не пойдет давай больше книжку а тут еще написано распространяем вещь не очень интересная тоже 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 ничего особенного но неплохо травы а если вот эту вот эту убрать у них всего две чуть воды добавить вот вот так ну да и на наше лекарство поменяемся а вообще а мне надо у него знаете что а у него нету тот того чего мне надо мне вот такая штука нужна ну все тогда я буду здесь если вам еще что-то понадобится спасибо а это что ничего он сам уйдет а он здесь будет стоять ну и ладно так лекарства надо починить дочурку надеюсь она мне будет помогать милая я принес тебе лекарства теперь все будет хорошо жар скоро спадет обещаю не выплевывай я знаю вкус ужасный но тебе станет лучше но я здесь и я тебя никогда не брошу ну все тяжело больна под лекарствами круто а а что дальше делать а дальше а дальше мне разбирать завал наверно у него у него мне больше ничего не надо надо попасть в этот дом и 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 все таки она очень голодна я просто голоден ну ладно посмотрим интересно есть какая-то еще стадия после очень голодна и по умирает от голода там наверное есть вот заодно и проверим а все равно больше делать нечего что вы делать 2 и да варен увиди будет а вот некоторые мысли к счастью мое убежище то место где я могу на время забыть о войне у меня есть стул но к нему не помешало бы кресло у меня есть кровать и я сплю в нормальных условиях если я заболею и получу ранение мне будет где отдохнуть у меня есть радиоприемник и мне нравится его слушать мне очень не хватает книг хорошая книга могла бы помочь мне забыть об ужасах войны я могу отдохнуть здесь несмотря на трудные времена но мне бывает одиноко нам не хватает кофе моем убежище небезопасно нужно заделать пробой на стенах ну да все верно ну вот отсюда никто не залезет адам надо поговорить так кто-то приперся на что-то тут как-то многолюдно для войны то брат мы можем поговорить так это наш брат да опять ты я же тебе сказал адам прошу выслушай меня адам хватай амелию и бежим она наш билет отсюда гуманитарный коридор о котором я говорил нам повезло они в первую очередь пропускают родителей с детьми амелия тебе не билет она моя дочь она слишком слаба чтобы пережить такую вывозку мне придется нести ее на руках и часто останавливаться они убьют нас раньше чем мы куда то дойдем вечно ты думаешь о плохом уверенно она справится и она наш единственный шанс выбраться из этого ада послушай что-то несешь ты готов рискнуть ее жизнью я просто хочу вытащить нас отсюда разве ты сам этого не хочешь чтобы амелия была в безопасности если ты такой трус я сам ее заберу слушай сюда тронешь ее я тебя убью я больше и больше здесь не появляйся но учета братец как-то в натуре обнаглел пусть она выздоровеет а потом можно уже будет идти до значит он правильно про брата говорил что он немножко того да здесь прям вообще много вещей срочно срочно надо туда пробраться ну наконец-то наконец-то разгреб она заколочена другой стороны эта дверь заколочена так а чё никак больше нельзя надо что-то сделать да мне надо собрать какой-то лом позволяющий сломать двери его делает работу медленно и шумно не хватает запчастей ну и все и мне тут делать нечего туда я не могу пробраться на этом не хватает мне надо идти в этот в город это вот так да завершить день ночь ну там я не понимаю чем это делать хранять я ничего 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 у меня нету и тем не менее я это дни наблюдения за амелией без сна и отдыха не прошли бесследно адам потерял сознание от усталости а когда очнулся кровать была пуста амелия нигде не было а вот начинается до интересное перми охранять никого амелия амелия где ты наверное я упал в обморок от истощения что тут произошло бедный отец мой брат это он тебя забрал я у его я его убью действительно у меня нет времени на сон а это я нажимаю что он поспал никаких следов борьбы она знала того кто ее забрал ясно бежим вон следы следы ботинок взрослого мужчины это и впрямь был мой брат нужно нанести ему визит ну братец держись ну держись братка ночь дом брата брать мне с собой нечего да отмычку блин надо было отмычку взять ну ладно чё ж поделать я уже отправился мало ли мне вскрывать что-то придется это место выглядит заброшенным но стоит осмотреть его повнимательнее возможно амелия все еще здесь так а через что он через замочную скважину наблюдает вот там кто-то есть на а это просто крыса и такая крыса а ну да крыса поймай нельзя поймать телевизор ничего ценного так амелия это тут все забираем инструменты все эти нам понадобятся ну тут еще кучу всего пистолет кстати оружейные детали смотрим их тут нет черт может в этих бумагах найдется подсказка где они сейчас бумаги топка писем не знаю никого из тех кто их писал в некоторых из них говорится о гуманитарном коридоре может я найду зацепку которая приведет меня к амелии на полу письмо сегодня ночью правительство наконец прислушалась к оон и открыла коридор трасса dl1 должна быть безопасной в течение 24 часов наконец-то мы сможем выбраться из этого ада место встречи ты знаешь по скриптум не забудь по пути заглянуть в свою аптеку нам нужны все лекарства и бинты у нас много больных и раненых в том числе и среди детей они собирались в аптеку отлично а все теперь нам надо в аптеку бежать холодильник еда еда нужно теперь у меня голден в депрессии и устал адам здесь через подвал а как-то пробраться а вот лестница так заперто тут брат хранит свое ружье а все я больше ничего взять не могу да не доски мне нужны вот я лучше нам травы выброшу возьму досок и че самокрутка и самокрутку выброшу возьму досок а это что табак вот табак я выкинул самокрутку то возьму все тут решетка чтобы пробраться нужна ножовка а ножовки у меня нету ладно бежим дальше крысы опять бегают там вроде никого мусора покопаемся в мусоре доску взял а это и вот эти тоже нужны на самом-то деле может их взять для места удобрений да пока что нет удобрения оставлю вот я самокрутку уберу еду забираю это тоже заберу наверное инструменты еда инструментами сейчас в первую очередь будет нужно все остальное там удобрения для огорода там и так далее это все потом день 5 хотя какой тут может быть огород ведь война я вот тут сажать быть на камнях все указывает на аптеку нужно пойти проверить так но я сильно устал и мне надо сделать вот лопату или лом надо 10 надо 7 вот опять мне не хватит ровно 1 но для начала я думаю все таки с лопату понадобится как-никак всякие вот эти завалы а сейчас я наткнусь на такой завал где нибудь и будут полчаса его разгребать ой а мне же можно было это сделать стой стой отменить я потратил уже все вещи на да я уже потратил ладно блин я могу сделать путь суда наверное пошло все на мне стоило уехать из города черт лопата есть сколько нам надо на мост а мне все равно не хватило ну ладно вот это не обидно и и тебе надо поспать чувак ты сильно устал а и очень голоден кстати иди жри или же сделать плиту ну-ка ты можешь плиту сделать нет одной не хватает вот мне везде одной не хватает одной детали как будто специально так сделали вот чтобы именно одной не хватало все еще голоден да пофиг хватит пока теперь спать или можно было сделать лом и выломать дверь действительно а ножовку и так и не понял как делать так аптека идем в аптеку приготовить берем мы с собой лопату и отмычку ну да и отправляемся на поиски все еще очень голоден в депрессии а чё он так это ели ходит из того что он голоден а вот тут тут ничего не было трамвайчики а то тупо нельзя пройти так сейчас мы будем брата искать доски доски надо но бы но еще больше мне нужны части другие части такие шестереночки смазанные следы взрослого мужчины здесь кто-то недавно был или все еще есть наверное все еще есть хватит прыгать ты че издеваешься что ли у так это вот они мне и нужны были отлично а это тип спрятался до части оружия смотрим никого эта дверь заколочена так наверх тут никак не пробраться что-то случилось какой бардак пинты шприцы и щенок чё такой щенок а вот щенок на стуле упаковки от лекарств шприцы бинты кто-то отчаянно что-то искал и явно спешил что здесь случилось возьмем щенка эта игрушка амелия люби мужских ботинок это был мой брат так но братец нет тут вот тоже нету это же мой брат похоже его закололи до смерти никаких следов амелии кто-то забрал ее кто-то забрал ее куда идти я должен это выяснить мой брат он мертв как я теперь найду амелию следы идут наверх и тут же следы крови кто бы то ни было он должно быть свернул в переулок дверь открытая на ручке кровь нужно проверить переулок позади дома ну-ка никого следы крови тянутся по переулку в бензоколонке школе амелии школе амелии бензоколонка стоит на дороге из города солдаты никого не выпускают но если кто-то прошел как родитель с умирающим ребенком кто знает школа закрыта но говорят там теперь прячутся люди после бомбежки мог ли один из них похитить амелию да конечно мог чтоб с ней выбраться там еще второй этаж надо кстати туда тоже зайти и шельская аптека я должны быть лекарства здесь пусто ооо а я все да не могу ничего брать блин на самом деле мне бы побольше рюкзак не помешал бы я думаю доски пока можно убирать взять лекарства доска вроде у меня полно а здесь еда еда тоже мощнее и вода и ооо таблетки убираем опять доски берем таблетки воду брать уже некуда что ж убираем еще доски вот так надо просто запомнить что кругом беспорядок сюда забрались воры черт сейф на распашку это явно были воры ну и в принципе все тут больше ловить нечего но запомним что тут много дерева осталось адам уже в убежище теперь теперь наверное я уже могу перебраться на ту сторону эта ночь прошла спокойно ну-ка опять я устал нет трех предметов теперь не хватает но я могу сделать печку делаем печку тогда воду ну я думаю печка важнее а куда мы ее поставим почему а тут типа лестницы сюда нельзя да а вот тут хотя надо было вот тут здесь же кухня ну да ладно очень голоден депрессии устал но ничего сейчас я чё-нибудь сварганю себе поесть и что ж я могу сварганить а ничего а мне нужно вот эти у как это все дорого вот мне надо 2 две доски использовал две доски использовал да доски по-любому полезная штука вот одну пищу сделать могу и сожрать и сожрать и все теперь еды нету до сих пор голоден ты когда-нибудь нажрешься или чё что еще я могу сделать лом модельный инструмент позволяющий изломать двери делает свою работу медленно и шумно ну пока наверное не надо давай ложись спать раз ты устал и нажимаем совершить день час мне надо надо в школу немного еды и тут тоже самое да , много материалов много оружия немного запчастей mucho запчастей огромное количество оружие немного материалов немного еды огромное количество оружие это мне нравятся идем сюда Берем лопату и отмычку, по-любому вскрывать что-нибудь придется. Похоже весь бензин отсюда слили, потому что она не взорвалась под артообстрелами. Так, мусор. Вечно голодный Адам, вечно в депрессии. Материалы. Еще материалы. О, это на шестерку похоже. Лада, шестерка. Так, здесь у нас еще что-то. Там кто-то вон шволится. Крысы, наверное, бегают. О, теперь вот завал. Вот для этого мне лопата и потребуется. Вот как быстро. Офигенно. Не, там явно кто-то ходит. Наверное, не крыса. Да, по лестнице спускается этот человек. Все, инвентарь забил. Офигенно вообще. Под столом лежит записка о нас. Она не спрятана, но ее можно легко не заметить. Судя по почерку, писала женщина в спешке. Милош, прости меня, мне очень жаль. Я не могу больше ждать. Я спрятала кое-какие драгоценности в книгах. Они в подвале, в коробках, за запертой дверью. Используй их. Останься в живых, пожалуйста. Храни тебя Бог, прости меня. В подвале. Угу. В книгах. Драгоценности нужны. Блин, я уже ничего брать не могу. Тут ничего, и дверь закрыта, да? О, я теперь могу отпирать двери. Это потому, что у меня есть лом. Все. Опа. И кто таков? Простите, я ищу свою дочь. Маленькая светловолосая девочка, лет 10 на вид. Вы ее не встречали? Нет, определенно ее не видел. Вы уверены? Мне сказали, ее кто-то принес сюда. Уверен, но раз ты здесь, могу предложить сделку. У меня есть отличный товар. Да? Сейчас поменяемся чем-нибудь. А, вот это уже крыса бегала. И что же я могу у тебя менять? Бинт. Бинты я еще не находил. Вот, мне бы еды. Это вам дорого обойдется. Ну понятно, что не дешево. Отдаем всякие самокрутки, все травы вот эти. Сахар. Да что тебе надо-то? Блин, а я больше ничего не могу ему отдать. Мне не хватает. А есть на одну? О, на одну очень щедро пишет. Да? Возьмем вот это, вот это, вот это. Всякие травы. Так, что ему отдать-то можно? Воду. Вот. Все. На одну еду я столько вещей даю. Ну ладно, что делать? Зато я освободил инвентарь, чтобы дальше собирать хлам. Доски. Доски нужны печку топить. Ну вот, лекарства. Ну у меня такие лекарства есть, кстати. Можно было бы и их ему впарить, обменять на другую еду, допустим. О, холодильник. Может тут и тоже еда есть. Да, тут же было написано немного еды. О, так можно было и не покупать. Воду. Воду надо взять за место пустых гильз. И закрыта опять. Ножовка. Здесь нужна ножовка. Так, что тут? Тут ничего. Мусорка. Все, да, я полностью забит. Вот, наверное, мне что-то надо будет... Сейчас я посмотрю, что наверху. Какие-нибудь удобрения выложу. Сначала надо самые нужные предметы собирать. Да, я выложу удобрения. Да и таблетки, наверное, тоже. И таблетки тоже. Возьму вот это. Вот это. Вот это. Вот. О, тут еще на крышу можно. Досок предостаточно уже. Рюкзак бы мне побольше, на самом деле. Что-то он слишком мало с собой может забрать. Опять гильзы. Вот теперь полностью, наверное, уже нечего собирать. Ладно, я все равно посмотрю, что тут на чердаке. На крыше, вернее. Ну все, пора сваливать. Следующий пункт у нас будет уже школа. Адам уже в убежище. День 7. Ну в школу. Так, эта ночь прошла спокойно. В школу, я думаю, мы уже пойдем в следующей серии. Вот. А сейчас, ребят, если вам понравился видос, обязательно подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. С вами был Фибоначчи, хорошего вам настроения и пока-пока.